Здравствуйте, друзья мои! Всех приветствую опять из холодной, мрачной и дождливой Англии. Англия, конечно, встретила меня, друзья, штормом, дождём и холодом. Вот как раз, как говорится, было куда возвращаться. Здесь какое-то было штормовое предупреждение, что идёт к нам шторм и зовут его Дэвид. Вот такой шторм Дэвид. Но, тем не менее, как говорится, всё равно вернулась уже во своясе. Вот посмотрите, хочу вам показать. Несмотря ни на что, у нас уже вовсю расцветает камелия. В этом году, наверное, всё-таки погода настолько странная, что зима... Вот сегодня у нас 24 февраля. И даже, конечно, и для Англии это очень рано, чтобы зацвела вовсю уже камелия. Но она цветёт, как вижу, я уже давно, потому что, видите, и лепестки у неё обсыпаны. Ну и, конечно же, как вы знаете, я мимо такой красоты пройти не могу. И также хочу всё-таки сама радоваться и вас порадовать. Я не знаю, какая погода там у нас сейчас в России. Но вообще, сказать по правде, я устала от жары невозможно. Плюс 32 в Таиланде. Это, наверное, всё-таки слишком жарко. Здесь я приехала. Каждый день дождь льёт. Плюс 6, плюс 9. Вот такая вот погода. И знаете, что получается? Вот как-то тоже опять холодно. Непонятно, что и надо. Надо найти какую-то золотую середину, чтобы было. Круглый год, плюс 20, плюс 22. Наверное, самое-самое лучшее было бы. А прилетела я два дня назад. И вы знаете, вот сейчас вам даже немножко расскажу, наверное. Вот это был, конечно, анекдот. Потому что угораздило меня, как вы понимаете, именно попасть вот в такое время, когда всех запугали сейчас этим коронавирусом. Ну, вообще-то, что я могу сказать? Я, конечно, тоже испугалась. Получилось так, что я купила билет в Таиланд, естественно, заранее, за целый месяц. А как-то ищешь билеты подешевле, конечно же. Ну, вот я и попалась. Я купила билет ещё, наверное, в декабре, когда о коронавирусе никто даже понятия не имел. И вдруг, представляете, вот такая вот оказия случилась. Мало того, что я купила билет в Таиланд, вот как бы тоже такое место. Ну, Азия, тут проблемы, да, коронавирус. Я бы, конечно, не поехала. Я не могу сказать, что я такая отважная, что вот я бы там, несмотря ни на что, я еду. Нет, я всё-таки, наверное, бы поостереглась ехать. Но получается, что я бы потеряла большие деньги, потому что никто мне эти деньги бы не вернул, если бы я возвратила билеты. Ну, и потом что-то я подумала, знаете, как говорится, ну, что уже теперь мне тут дёргаться. Уже поеду, посмотрю, полечу. Но мало того, что я полетела в это время, когда у нас коронавирус вдруг появился, так ещё и я же купила билет на AirChinese самолёты китайской авиалинии. Полетела, туда летела через Шенген. Покажу вам сейчас. Я немножко там сняла. Огромный, конечно, аэропорт китайский. Это я летела туда 25 января. Прибыла в огромный аэропорт в Китае. Называется Шенген. Современный, огромный, очень симпатичный аэропорт. Посмотрите, как он здорово смотрится. И не так уж много и людей тут, китайцев. Вот так вот панорамка вам, товарищи дорогие. Уже вирус был вовсю, страсти накалялись. Но, конечно же, я летела без маски. Там все китайцы, они такие дисциплинированные. Они все, конечно же, были в масках. Ну, и я подумала, что раз они в масках, значит, они меня не заразят. Вот. Ну, короче, как-то же надо быть оптимистично настроенным. Но потом уже, спустя месяц, своего пребывания в Таиланде. И тут это все опять дальше, страсти накаляются, накаляются. И тоже как-то, вы знаете, боязно. И без конца я ждала, что все-таки отменят мне этот рейс. Потому что обратно я летела точно так же. Вот этой вот китайской авиалинией. Хочу сказать большое спасибо всем, кто беспокоился обо мне. Всем, кто меня ждал. Ждал мои будущие сюжеты, будущие видео. Жаль мне немного, что вы не восприняли мои тайские изыскания. Многие удивились. Многие пишут, что это я вообще с ума сошла. И куда меня повело. Но, тем не менее, вы знаете, вот эта вот тема буддизма всегда меня интересовала. И как-то она мне оказалась довольно близка. И я ее читала давным-давно. Как я уже говорила, тут у меня спрашивали мои подписчики. Так вот, я, наверное, уже прочитала массу литературы. Но меня как-то больше привлекал Тибет. Вот тибетские монахи, тибетская медицина, тибетская медитация. Вот это все. Я читала о Далай-Ламе много. Потом у меня как-то больше все-таки был интерес, наверное, не к буддийской именно религии. А у меня был интерес вот к этим тибетским монахам. И там я где-то когда-то нашла такую очень интересную информацию, что вот эти монахи тибетские, они хранят большой секрет, что вот это вот у них там в Тибете гора Кайлас. Может быть, кто-то слышал, которая похожа на огромную пирамиду. Но она, как вроде бы, говорят, что это все-таки не рукотворная пирамида, а все-таки это вот какая-то такая гора. Просто она очень напоминает пирамиду. Вообще, довольно это все интересно. И что в этой пирамиде? Вот находится Шамбала, если вы слышали. Что ищут все как философский камень, так и Шамбалу эту. Ну, люди много чего ищут. И вот говорят, что в этой горе Кайлас, кто найдет эту Шамбалу, будет счастлив. И тоже вот постигнет истину. Вообще, очень интересно. Ну, не знаю, не заинтересовало вас, друзья, ну что ж поделать. Значит, возвращаемся просто к нашей повседневной жизни и к нашим прогулкам. Смотрите, это цветут эти деревья. По-моему, это все-таки абрикосы, да? Я уже вам показывала. И вот какие-то еще кустарники. Уже вовсю цветут. Для меня это просто как-то невообразимо рано. Несмотря даже на то, что здесь начинают нарциссы цвести уже март. Я не знаю, мимоза я вам показывала. Но все равно, но очень рано вот, чтобы уже цветали. Ну, так что по поводу наших братьев-китайцев, друзья. Я продолжу свой рассказ. Все-таки, понимаете, ну, чтобы уже до конца закончить эту тему, у меня спрашивают все равно мои постоянные подписчики, как я ехала, на чем я летела. Ну, вот поэтому давайте я вам все-таки тут это все расскажу. И потом уже начнем другие темы поднимать и рассказывать. Так вот, братья-китайцы, конечно, это не сравнить с нами. Ну, вот у нас какой-то все такой пофигизм, вы знаете. Ну, вот какой-то пофигизм. А китайцы нет. Они прямо все как пионеры, ровными рядами. Это вот они такие в этом плане воспитанные. Такие тренированные. Ну, это просто смешно. Вот они, понимаете, везде толпой. Ну, вот, конечно же, вот этот вот самолет, который сначала летел до Пекина 3 часа в Бангкок-Пекин. И потом он летел в Пекин-Лондон. Ну, и большинство, конечно, было китайцев. Вот вам расскажу. Это, конечно, был анекдот. Потому что, опять же, китайцы все в масках. Вот, все поголовно в масках. Маски такие у них серьезные. Дальше нам мерили температуру постоянно. Опять же, вот это вот китайцы в аэропорту. Они сразу начали уже даже там в очереди на ресепшн мерить температуру. Вот такой у них градусник, знаете, электрический. Ну, его подносишь к колбу, даже не прикасаясь. Вот он пикает и вам показывает температуру. Вот они все, у всех померили температуру, кто стоял в очереди на регистрацию. Дальше, значит, нам несколько раз мерили температуру уже непосредственно в самолете. Дальше они, значит, только и объявляли, что вы знаете, в связи с тем, что у нас коронавирус, мы сейчас вам раздадим бумажки. И, пожалуйста, все напишите, были ли вы в Китае, в каких провинциях Китая вы были последние 14 дней. Вот если вы были вот в этой провинции, я забыла, как она там, Гонгчонг какой-то, в общем, какое-то китайское название. Вот если вы были в этой провинции, в которой начался этот вирус, то, конечно, вот видите, какой огромный голубь сидит, толстющий. Чего он тут, ну вот, улетел. Так вот, вот, значит, если вы были в этой провинции, пожалуйста, напишите, когда вы были, как вы себя чувствуете. И, в общем, все, вот это все мы заполнили. Мы должны были это все отдать по прилету. Дальше они ходили по салону самолета и несколько раз за наш полет они, значит, объявляли, стюардессы, стюарды, объявляли, что сейчас не волнуйтесь, но мы вас будем с аэрозоля опрыскивать. Это специальный такой дезодорант, как бы, который антибактериальный и который вот вас будет держать, keep safe, как говорится, держать в безопасности. Вот, они ходили, брызгали между проходами в самолете вот этим вот аэрозолем. Это вам, понимаете ли, не хухры-мухры, как я говорю. Если уже у них этот вирус, то они к нему прям вот так очень серьезно все относятся. Дальше. Все стюардессы, все стюарды были в масках, но у них, как я уже сказала, маски такие серьезные. Они просто даже, вот, похожи на такие респираторы, как бы, у них там что-то такое, не знаю, защитное, какая-то интересная штука. Так вот, мало того, что они были в масках, они были еще и в очках. Очки такие тоже, вот, знаете, как для, не знаю, как для плавания, наверное, закрыты со всех сторон. Ну, или как пилотные очки, может быть, даже скорее. И вот такие вот, вот они все ходили в этих масках и в очках. И потом они сказали, что кто, пожалуйста, значит, вот все оденьте маски и в течение всего полета маски не снимайте. Это в целях вашей безопасности. Ну, и, конечно же, все братья-китайцы, все надели маски и все сидели, даже дети маленькие, там у них много, кстати, было детей. Они все сидели в этих масках, не снимая, мы летели, боже мой, мы летели 11 часов, очень долго. Ну, и, в общем, вот так вот они, значит, это самое, не снимая маски, все эти 11 часов там бедные спали и там что они делали. Ну, только когда кушали, кормили нас дважды там, такая неплохая еда. Ну, потому что, конечно же, все проголодались, это долго. Вот, ну, вот так вот, с такими вот, значит, я проблемами летела. Дальше, вы знаете, меня напугали. Еще когда я была в Таиланде, меня очень напугали, что вот может быть такое, что нас по прилете, значит, когда они узнают, что самолет летит из Китая, из Пекина, и он прилетает в Лондон хитроу, мне сказали, что, ой, вы знаете, скорее всего вас посадят на карантин на две недели. Я расстроилась ужасно, думаю, ну вот, ну, е-мое, не хватало мне еще, конечно, там сидеть на карантине, это же вообще тихий ужас, как в тюрьме называется. Самое интересное, что, вы знаете, не так страшен черт, как его молюют. А потом еще я уже заметила, что вот это вот нагнетение ситуации почему-то идет вот именно в средствах массовой информации у нас, вот по телевизору, в интернете. Зачем это делают, я не знаю, но у меня такое впечатление, что вот действительно просто информацию эту нагнетали, ее усиливали и запугивали людей. А на самом деле получилось так, что, вы знаете, только китайцы и волнуются по поводу своего коронавируса. Он их коронавирус, и они его лелеют, как говорится, и уже сейчас я слышала, что они уже нашли какую-то вакцину против этого коронавируса, но они, конечно, молодцы. Вот я говорю еще раз, вот такие братья-китайцы, это же какие они все-таки дисциплинированные, и как у них все это серьезно. Ну, а когда мы прилетели в Хитроу, я уже приготовилась, что сейчас нас тут схватят за руки и поведут в этот карантин. Но оказалось, что ничего подобного, мы тут вообще никому не нужны. Тут вообще я прилетела в Англию, ничего, никто не колышется, вообще никто ничего не спросил, откуда мы, что мы. Мы прошли паспортный контроль очень быстро. Здесь у них, у тех, у кого есть британский паспорт, паспортный контроль проходят отдельно от всех этих приезжих, ну, которые приезжают просто как туристы. И там автоматическая такая стоечка, ты просто показываешь свой паспорт, прикладываешь и проходишь спокойно, дверца открывается, и потом я получила свой багаж. Никто ничего не сказал, никто ничего не проверил вообще. Вышла и пошла. Никому вообще нет дела, откуда мы прилетели, что там, понимаете ли, случилось. И вообще, конечно, я не знаю, хорошо ли это или плохо, но вот так. Вот рассказала вам вкратце, у меня тут люди волнуются, переживают, как вы там, боже, что возраст-то действительно здесь же over 50 даже. Пусть старше 50 уже считается так же, как дети, так вот и люди старше 50 лет, они считаются в зоне риска, и, в общем-то, конечно, к ним особое повышенное внимание. Но, видите, получается, страшного не произошло. Хотя, конечно, опять же, я вспомнила про то, что рассказывала вам, что англичане никогда не моют руки перед едой. И не дай бог, если бы действительно случилась какая-то серьезная вот такая вот вещь, заболевание, вот такой серьезный вирус, да, если бы это случилось, наверное, в Англии, то тут бы сплошь и рядом все бы заболели. Вот мне почему-то так кажется, потому что вот они такие в этом плане безалаберные англичане, не моют руки, они не привыкли мыть руки перед едой. Да и потом еще, исходя из того, что у них здесь очень плохая медицина, вот бесплатная медицина, как бы она считается, но она отвратительная. И вот это все вместе взятое, наверное, не дай бог, это бы так просто здесь было не победить. Вот так, друзья. Поэтому вернулись назад. Да, еще что хочу сказать, что в этом году, конечно, слава богу, мою квартиру никто не вскрыл, слава богу, все обошлось. Ну, как обычно, я приехала, у меня полный ящик писем. Там письма все вот такие вот, которые надо оплачивать, всякие вот эти белые их, понимаете? Письма счастья, когда я называю. Ладно бы что-нибудь хорошее. Так нет же. От них только и ждешь эти письма. Я же говорю, я боюсь даже получать, потому что обязательно там будет вам какое-нибудь предупреждение, подвох или что-нибудь обязательно заплатить. Ну, что поделаешь, такова жизнь. Сейчас деньги все хотят, деньги все спрашивают. И никуда от этого не денешься. Живешь, значит, должен платить. Ой, посмотрите, вон обломалась ветка. Это, кстати, видите, вот на этом большом дереве. Это не дуб, это какое-то другое дерево. Но это вот как раз в связи с тем, что у нас был здесь очень сильный ветер и несколько дней. Тут вообще я из дома, честно говоря, вот я прилетела, и я даже из дома не выходила. Ну, потому что очень сильный ветер сквистал. Вот видите, даже огромную ветку сломило. Ну, наверное, еще какой-то урон был принесен, я не знаю. Но и дождь сквистал, и ветер, и погода была отвратительная. Вот сегодня первый день, хотя и ветерок, может быть, дует вам, вам слышно, да? Но все-таки сегодня даже и солнышко выглядывает. В общем, друзья, вот так. Не хочу больше вас утомлять. Думаю, что мы с вами дальше уже в обычном ритме будем встречаться. Всего вам доброго, друзья, как обычно. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...